На сегодняшний день в мире насчитывается более 45 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, что само по себе говорит о колоссальном масштабе проблемы. Более 80% этих людей – женщины и дети, которые вынуждены были покинуть места боевых действий или стали жертвами этнических чисток. Не менее печально то, что число людей, попавших в столь непростую ситуацию, растёт. То есть количество конфликтов, горячих точек не становится меньше. Для Азербайджана эта тема имеет особое значение. К сожалению, сейчас Азербайджан в числе лидеров по количеству беженцев и вынужденных переселенцев на душу населения. Армения не только захватывала искон азербайджанские земли, но и проводили жёсткие этнические чистки на этих землях. На захваченных землях Азербайджана проводились карательные операции устрашения мирного населения. Людей массово убивали только потому, что они были азербайджанцами. В числе таких трагедий и геноцид азербайджанцев – Ходжалы. Севель Абдулова в те трагические дни находилась в Ходжалы вместе с членами своей семьи. По прошествии 23 лет она всё ещё не может забыть весь ужас той нечеловеческой бойни, устроенной армянскими националистами против мирного азербайджанского населения. В ночь побега из Ходжалы белый снег был покрыт кровью невинных людей. Той ночью был такой переполох, что по дороге я потеряла мужа и двоих детей. Я с моим младшим сыном бежали через лес, но в то время армяне нас ранили. Меня в голову, Джейхуна в плечо. Он просил меня оставить его там и с односельчанами идти дальше. Я ответила, что никогда не оставлю тебя здесь, или умрём, или пойдём вместе. Абдуловы в одночасье потеряли всё, что имели – имущество, родных и друг друга. По городу Нахчеваник армяне из танков открыли огонь по нам. С нами был мой родственник Имран. Там его убили. Я был ранен в руку и ногу. Там потерял своих. А тем временем в лесу Севель с раненым сыном бежала, как могла. Но убежать просто из леса им так и не было суждено. Армяне, поймав их, жестоко избили и взяли в плен. Нас отвезли в Ханкинды, где держали в доме Саркиса Айрумяна. Они нас сильно мучили и издевались над нами. Армяне не хотели освобождать моего сына и двух азербайджанцев, находящихся у них в плену. В последующем, после долгих переговоров с армянской стороной, Севель и Кямиль все же удалось встретиться. Это было непросто. Семье пришлось пережить очень много сложных моментов. Эти моменты я не забуду никогда. Когда я так сильно нуждалась в поддержке моего мужа, мы нашли друг друга. Он был ранен и лечился в больнице. Двое моих сыновей находились в Барде. Вдруг вижу, Севель идет. От радости я прослезился. Я думал, что потерял их, но они были живы. Так потом узнал, что жена с сыном попали в плен. Прошло ровно 23 года со дня этих трагических событий. Сегодня их раны зажили, но душевные раны, которые они получили, находясь в плену, неизлечимы. Они болят и по сей день. Беженцы, вынужденные переселенцы своих родных земель, чьи права нарушены уже долгие годы, ждут и надеются, что наступит день, когда они смогут вернуться на свои родные земли, где и всегда проживали. И этот день обязательно наступит. Рано или поздно.